Когда правильно выяснять отношения с мужчиной? Мой мужчина все время недоволен. Он все время в плохом настроении. Она меня не понимает. Я на работе, а ей там что-то срочно нужно. Или она от меня что-то там требует, или ожидает. Если прямо сейчас пытаться с ним разговаривать, то это ни к чему продуктивному не приведет. Это приведет только к конфликту. Чего это я тут должна думать, в каком настроении и состоянии? 90% девушек и женщин в отношениях совершают эту ошибку. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я дипломированный психолог, магистр психологии. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Мне кажется, 80-90% девушек и женщин в отношениях совершают эту ошибку. Ошибка выглядит так, что девушка не специально, не то чтобы выбирает, а не специально так выходит, что она пытается выяснять отношения с мужчиной в то время, когда это в принципе непродуктивно и неэффективно. Что значит выяснять отношения? Она хочет получить ответ на какой-то вопрос. Она может быть хочет от мужчины каких-то извинений. Либо она хочет, чтобы мужчина поступил, сделал какой-то поступок. Либо подарил подарок. Либо выяснить какую-то непонятную ситуацию в отношениях. Либо выразить какое-то недовольство. Вроде бы как дать обратную связь этому мужчине, что он что-то не так делает. И намерение девушки в принципе нормальное. Что за намерение? Или женщины, намерение женщины или девушки, да? Озвучить, озвучить то, что у нее есть внутри. Потому что же мужчина, мужчина же ведь не телепат. Он же не знает, что происходит в голове у девушки или что происходит у нее внутри. В принципе само по себе намерение нормальное и даже хорошее. Озвучить либо свое желание, либо выразить, что не так. Либо обсудить какую-то важную в отношениях тему. И это лучше, чем копить в себе. Но большинство девушек и женщин выбирают неудачное время. Примеры неудачного времени, когда выясняют девушке отношения с мужчинами. Ну например, самое банальное это при людях, при детях, при гостях, при знакомых, при родственниках, при его друзьях, при твоих подружках. Не имеет значения. Вы должны выяснять отношения только наедине. Нет, только когда вас двое. Любой третий лишний, даже маленький ребенок. Ни в коем случае не нужно выяснять отношения в таком составе. А уж тем более при друзьях, знакомых, его, ваших знакомых. Да, я понимаю, что бывают мужчины сами провоцируют и сами начинают выяснять отношения с женщиной при посторонних. Будьте мудрей, как девушки, покажите правильный пример своим поведением. И если назревает какой-то конфликт, скажите, я услышала, да, и там Сережа, Саша, Петя, как зовут Ярослав. Я услышала, давай, давай вот прямо сейчас не будем продолжать. Мы отложим этот разговор и вот когда мы будем наедине. Важно потушить, даже не потушить, а не продолжать агрессию в моменте и отложить этот разговор на момент, когда вы будете наедине. Следующее, когда девушки выбирают неправильное время, это когда, и это чаще всего, это когда мужчина на работе. Когда у мужчины рабочее время, он на работе, условно, у большинства рабочее время это с 10 до 6, либо с 9 до 5. Ну, глобально возьмем такое время, с 10 до 6. И это как бы стандартный график, а обычно люди бывают заранее на работу приезжают или бывают, ну, позднее задерживаются. Это тоже считается рабочее время. И если во время рабочего времени вы пытаетесь с мужчиной через смс-ки, через телефонные звонки, через приезд к нему на работу, в офис, либо где он там работает, пытаться выяснить отношения, добиться от него что-то, получить какой-то ответ, выразить недовольство. Или, в принципе, у вас жажда, чтобы в этот момент, в это время мужчина был по отношению к вам романтичным, нежным и чутким, большая ошибка не получится. Потому что большинство людей, которые на работе действительно работают, они просиживают штаны. В большинстве случаев люди пребывают в стрессе. Что такое стресс? Это такая некая конкурентная среда, да, некая конкуренция, некая борьба, форма борьбы. И это все равно, что, знаете, когда вы пытаетесь подставиться под кипяток, под кипяток. Можно в кипятке, так сказать, сварить суп, да, а можно этим кипятком обжечься. То же самое, как горячий утюг. Можно горячим утюгом сделать вещи выглаженными, а можно горячим утюгом получить себе ожог. Вот так же и мужская агрессия на работе. Можно с помощью нее, чтобы он добивался целей, и с помощью достижения этих целей семья жила, отношения были более благополучны с точки зрения финансов. А можно под эту агрессию попасть и стать ее жертвой. И многие девушки мужчину как бы обвиняют в том, обижаются на него за то, что он на работе, он не романтичный. Когда он работает, он не романтичный, он какой-то не такой теплый. То есть у него ощущение, что она меня не понимает. Я на работе, а ей там что-то срочно нужно. Или она от меня что-то там требует, или ожидает то, чего я дать не могу. Поймите, мужчина на работе, он не может быть одновременно агрессивным в хорошем смысле для достижения результатов. И при этом мягким, нежным, романтичным. Понимаете, если вы хотите что-то получить от мужчины, важно что? Чтобы в этот момент его состояние было правильным. Чтобы его состояние было романтичным, нежным, мягким и теплым по отношению к вам. И если вы надеетесь или ожидаете, что он в этом состоянии будет на работе, это большая ошибка. И да, бывает и на работе, бывает такое, что так совпало, вы написали, прямо сейчас он кушает бутербродики, пьет чайок. И вы такие, дорогой, там хотел что-то, или он получил премию, и тут вы с каким-то вопросом, звонком. И тут все прекрасно. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев женщина попадает под какую-то форму агрессии. Я думаю, что девушки и женщины, которые тоже работают на стрессовой работе, вы понимаете о чем я? Я думаю, у вас так же, если пытаться с вами выяснить какие-то вопросы, да, когда вы на работе решаете какие-то важные рабочие дела, скорее всего вы не будете достаточно нежны и чутки по отношению к вашему партнеру, мужчине. И поэтому не нужно этого делать во время работы, не нужно обижаться на мужчину или думать, что он вас не любит, или плохо к вам относится, если он на работе злой и агрессивный в целом, да. Не нужно обижаться, что когда мужчина пришел с работы злой, злой и голодный, что он должен быть мягким и теплым. Он не робот, не может, не стоит этого ожидать. Если мы говорим, конечно же, про мудрых женщин, и не мудрые женщины могут сказать, а что это тут, что это я тут должна думать, в каком он настроении и состоянии. Окей, тогда не смотрите это видео. Следующее, да, когда неправильное время для выяснения отношений с мужчиной. Когда мужчина просто голоден. Если мужчина голоден, но он очень злой. Но это то же самое, как он на работе злой. То же самое голодный. Ну вот я когда голодный, но бессмысленно разговаривать. Да, лучше, чтобы он был сыт и накормлен. Тогда будет разговор более продуктивен. И девушки, и женщины тоже такие есть, которые голодные и злые. Ее лучше сначала накормить. Она как голодный лев. Ее сначала накормить. И потом она становится львицей уже такой нежненькой, такой ласковой. Понимаете, о чем я? Поэтому давайте подойдем и выясним, когда правильное, удачное время, эффективное время общения с мужчиной. Повторю, важно, чтобы мужчина был в хорошем, благостном настроении. Сыт, покормлен или он где-то поел во дворе, хот-дог съел. Желательно, если у вас уже была близость или у вас какие-то сексуальные, серьезные отношения. Лучше после секса, да, если он уместен в ваших взаимоотношениях. И лучше именно тогда разговаривать с мужчиной. Тогда ваш разговор, тогда ваша просьба, намерение, что вы там хотите выяснить. Тогда мужчина вас будет лучше слышать. Понимаете? И тогда этот разговор будет менее конфликтный, менее сопернический, менее конкурентный. И мудрые жены, мудрые женщины, которые уже знают своего мужа, вы уже знаете, да, что... И вы как бы еще прокачиваетесь с точки зрения психологии. И в идеале вы не просто прочитали какую-то книжку по психологии, теперь называете себя, чтобы увлекать психологию. А вы прошли мой бесплатный курс «Мужчина. Честная инструкция». Хотя бы бесплатный, там 6 вечеров полезных. Прямо сейчас, кстати, по ссылке можете успеть записаться. Либо проходили даже какие-то платные программы. То есть вы прокачиваетесь, как женщина. И вот мудрые жены четко знают, когда с мужем есть смысл говорить. А когда просто вот, ну, нет смысла. И не просто нет смысла. А если прямо сейчас пытаться с ним разговаривать, то это ни к чему продуктивному не приведет. Это приведет только к конфликту. Поэтому суть такова. Если вы хотите от мужчины что-то получить, добиться, чтобы он вас услышал, задать какой-то, получить какой-то ответ на вопрос, подумайте, какую атмосферу и как вы можете обеспечить мужчине, чтобы он был, знаете, как, например, на работе или где-то он лев злой, например. А в отношениях с вами он нежный котенок. Но он не просто же нежный котенок в отношениях. Им нужно в этом погладить, покормить. И не знать, что он там любит. Дать ему, если он любит поиграть в игру, пусть он поиграет. Пусть он насытится тем, что для него важно. Да, чтобы он пребывал в благостном настроении. И уже тогда начинайте диалог, начинайте разговаривать. И да, вы сейчас спросите, а как же разговаривать правильно с мужчиной? Ну, еще раз повторю, проведите хотя бы бесплатные вебинары, чтобы понять, как правильнее, эффективнее общаться. И не только с мужчиной. И даже с детьми, и даже на работе с начальниками и руководителями. Я понимаю, что есть еще такой вопрос. Некоторые девушки могут спросить. Возражение такое, что Ярослав, а мой мужчина все время недоволен? Он все время в плохом настроении? Или даже он, когда в хорошем настроении, он не хочет все равно со мной разговаривать? Он как-то все равно агрессивно реагирует? Это, скорее всего, вы описываете уже следствие. Да? Скорее всего, так было не всегда. И, скорее всего, с самого начала было по-другому. То есть, скорее всего, у него уже перманентная реакция на эту женщину, раздражение. Скорее всего, часто так бывает, когда женщина слишком навязчива по отношению к мужчине. Когда женщина проявляется либо как мамка к сыну, гиперзаботливая мама, либо как гипернуждающаяся дочь к отцу. И поэтому здесь наилучшее решение, наилучший совет от меня будет сбавить давление, ослабить хват. Знаете, как на лошади ездишь, можно натягивать этот хват, да? А можно ослабить узду, ослабить вот этот хват лошади, на которую вы едете. Дайте этой лошади прийти в себя. Дайте какое-то время. И, если вам необходимо, снова пробуйте разговаривать. Но если вы не четко себя понимаете. Вот вы прямо сейчас, смотря это видео, вы можете себе ответить на вопрос. А я умею разговаривать с мужчиной так, чтобы он меня слышал, чтобы он видел во мне женщину, чтобы он ко мне прислушивался, и чтобы для него мои желания, мысли были важны. Если ответ нет, тогда прямо сейчас, прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь хотя бы на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению». И поверьте, если вы их посмотрите, вам уже будет намного понятней, как же так разговаривать, чтобы мужчина видел вас не конкурента, не соперника, не мужика, не мамку, не сожителя, а женщину, а девушку. Потому что, когда мужчина видит вас девушку, тогда он трепетен к вам, тогда он внимателен к вам, тогда он чуткий к вам. И не обвиняйте себя, если вы уже наделали много ошибок в отношениях, все еще есть шансы перезагрузить эти отношения. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и поделитесь в комментариях, как вам это видео. И до встречи в следующих видео. Пока.